Антраль. Для здоровья печенки и подсолнковые залозы. Антраль. А как я вам уже рассказал, в первой части вот эти грузовики, которые катаются по дорогам по Херсонской области, удары хаймерсами уже попадают. И я так думаю, что из-за этого этих грузовиков там будет становиться все меньше и меньше. В общем, это, на мой взгляд, достаточно перспективное направление ведения наступления. Будем внимательно наблюдать за этой ситуацией. Кстати, российские телеграм-каналы, военкоры все эти жалуются, что командование сейчас до сих пор не хочет признавать существование украинского плацдарма. Поскольку, как они сами говорят, что если они признают, публично признают наличие этого плацдарма, то придется горько поплатиться в том смысле, что Москва их накажет за то, что они допустили появление этого плацдарма. Но в то же время, судя по всему, как предполагают все военкоры, сейчас российское командование в регионе планирует сначала сбросить в воду, сбросить в Днепр украинский плацдарма, только потом заявить, точнее, доложить своему командованию, что вот была такая неприятная ситуация. Не знаю, получится это или нет, я думаю, что не получится, скорее всего, потому что, ну вот как я сказал, пока, по крайней мере, объективные всякие предпосылки свидетельствуют о том, что украинская операция скорее получится, а российская скорее нет. Ну и еще немножко хочу сказать о стратегической логистике. Сейчас, как вы наверняка знаете, в немецком правительстве идут очень серьезные разговоры о передаче Украине крылатых ракет «Таурус». Они являются, в общем, аналогами французских ракет «Скальп» и британских «Стормшедоу», но есть у них фишка, есть у них одна, даже две фишки серьезные. Во-первых, они более дальнобойные, я не знаю, немцы, это, как всегда, у них просто технологии лучше, чем у британцев и французов, или они просто более аккуратно делают, мастерят свои эти ракеты, собирают их. В общем, они летят дальше, они летят дальше, чем французские, они летят дальше, чем британские. То есть они, ими можно достать какие-то цели, которые реально очень далеко находятся. Например, по Крымскому мосту можно будет уже влупить такими ракетами без всяких проблем. И, что еще более важно, у немецких разновидностей этой ракеты, то есть у «Тауруса», они, кстати, по-моему, переводятся как «бык» с латыни, «Таурус». Так вот, у них есть специальные взрыватели. Там, не вдаваясь в подробности, я хочу просто сказать, что вот взрыватели у немецких ракет такого класса лучше, чем у британских и французских, тем, что с помощью немецких ракет можно очень эффективно разрушать бетонное укрепление. Либо бетонные какие-то конструкции. В данном случае речь идет о мостах, например, о Крымском, он же Керченский мост. Вот его сломать будет с помощью немецкой ракеты гораздо проще, чем с помощью ракеты британской или французской. То есть, вот, опять же, не буду вдаваться в подробности того, как там эти взрыватели работают, там сложная система, но, короче говоря, вот просто поверьте мне, что да, у немцев эта система гораздо лучше, и она лучше подходит для уничтожения таких целей, как мосты. И если немцы все-таки, сейчас они, знаете, мнутся, как обычно немцы, мнутся, но если они все-таки решатся на передачу этих ракет, я думаю, Крымскому мосту недолго останется. Он будет довольно быстро уничтожен. Кроме того, ну, это, на мой взгляд, довольно неплохая новость, вы понимаете, что без Крымского, с уничтожением Крымского моста российская военная логистика на юге Украины, на этих оккупированных территориях, ну, просто будет уже вообще развалено в чем-то, как говорится, от нее мало чего останется. Дальше. Оборонный концерт немецкий, Rheinmetall, который стал одним из, может быть, самых известных, одной из самых известных немецких компаний в Украине за последнее время. Так вот, он по заказу правительства Германии до конца 2023 года поставит украинским вооруженным силам беспилотный комплекс Luna-NG для ведения воздушной разведки. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на собственную информацию. Так вот, эти СМИ говорят, что этот Luna-NG — супердрон, который может не только видеть, но и слышать противника внизу. Причем он может непрерывно находиться в воздухе 12 часов, пролетать расстояние более 1000 километров и на высоте более 5000 метров. Запуск его, кстати, это не большой какой-то самолетного типа беспилотник, нет. Он маленький, запускается с катапультой. В общем, он совсем малюська, но по своим характеристикам как большой взрослый дрон. И если такие дроны появятся у украинской армии, то существенно будут расширены ее возможности по ведению разведки. И это очень круто, на мой взгляд. Так, еще тема одна, которую я хотел затронуть — состояние российской инфраструктуры. Потому что, как вы помните, наверняка минувшей зимой россияне пытались сделать все возможное, чтобы разрушить украинскую инфраструктуру. Давайте поговорим об инфраструктуре российской. В Дагестане минувшей ночью 35 человек были убиты и еще 100 человек ранены. В реальности, кстати, наверняка потерь, то есть жертв, разрушений больше. Там в республике это объявлен. Траур, вроде бы взорвалась какая-то заправка, которую поджег пожар на соседнем автосервисе. Ну, по крайней мере, так звучит официальная версия. Но после того, как появились фотографии воронки от взрыва, там уже есть версия, что взорвалась там, на самом деле, крылатая ракета. Потому что эти крылатые ракеты запускают как раз из акватории Каспийского моря. Дагестан, Махачкал находятся на берегу Каспийского моря. Летят эти крылатые ракеты как раз над территорией Дагестана. И, кстати, несколько раз они уже падали. И в Астраханской области где-то они падали, и в каких-то других местах. Просто как российские ракеты, как и все российское, не очень качественно. Так вот, как раз в момент этого взрыва российские самолеты запускали ракеты по Украине. То есть, если это окажется ракета, которая прилетела и по-своему ударила, в общем, я вообще не удивлюсь, если честно. Ну и воронка говорит о том, что ракета могла просто, у нее там двигатель отказал, она могла упасть, загореться. Потом там вокруг собрались люди, и догорело топливо до динамита внутри этой ракеты, или да, тротила, я уж не знаю, чем ее там заправляют. И она взорвалась. Вот отсюда, собственно, огромная дыра в земле. То есть, я допускаю, что действительно дело было в ракете. Конечно, если дело даже действительно было в ракете, российская власть никогда об этом не сообщит. Но, в общем, такая версия имеет право на существование. В Украине некоторые люди, знаете, выразили мрачное удовлетворение по поводу этого инцидента. Но я вот что хочу сказать. Дагестанцы — это группа покоренных народов, покоренных Россией народов. У них там своя история, свои языки, своя религия, обычаи, все свое. Они вообще очень мало отношения к России имеют. Вот наряду с Чечней, я думаю, Дагестан будет первым или одним из первых регионов России, которая отделится от этой страны, когда Россия проиграет нынешнюю войну. Я уверен, что Дагестан после этого довольно быстро станет самостоятельным государством, причем не слишком дружественным в отношении Российской Федерации. Поэтому лично я не очень хочу злорадствовать по поводу того, что произошло. Но кое-что нужно отметить, так сказать, более важное. В России в последнее время поднимается настоящая волна техногенных катастроф. Вот этот взрыв в Дагестане, если мы считаем, что... И даже если это и ракета упала, эта техногенная в данном случае, потому что ракета плохо была собрана, или даже если это заправка действительно с каким-то автосервисом взорвались, тоже это техногенные. В Уссурийске в городе, на Дальнем Востоке России, там смыло этот Уссурийск, потому что какая-то дамбу там прорвало. Взрывы в домах, газ постоянно взрывается, затопление там, то там, то сям, что-нибудь затонет. Аварии разного рода на предприятиях. Вот недавно был взрыв в Сергиевом посаде. Увидели, там половину Сергиева посада снесло просто к черту. Массово падают самолеты. Об этом о самолетах, кстати, сегодня еще обязательно поговорим. Там же, в Дагестане, в последнее время, кстати, последние несколько недель из-за жары постоянно горели подстанции электрические. Происходили массовые отключения света. Вот столица Дагестана, некоторые районы Махачкалы, четыре дня сидели вообще без электричества. Это при том, что Дагестан никто не бомбил, заметьте. Ну, если не считать вчерашнего инцидента. Воды там нет, канализация еле-еле работает. В общем, все то, что российское командование готовило украинцам минувшей зимой, вот примерно все то же самое сейчас случается в некоторых регионах России. Так вот, я говорил об этом почти сразу после введения даже первых санкций западных в отношении России. Санкции, запрещающие ввоз в Россию разного рода технологического оборудования, будут самыми болезненными для России. Потому что нет не только оборудования сейчас, в Россию не ввозится разного крутого, хорошего станков, каких-нибудь, каких-то систем, не знаю, там, для генераторов или турбины, ничего-нибудь такого. Нет, запчастей даже нет для этого всего дела. Нет датчиков, сенсоров, измерителей давления, напряжения, силы тока, термометров, тонометров, микрочипов, всякого, пятого, десятого. То есть всего того, что должно, как говорится, стоять на страже работоспособности системы. Отслеживать ее состояние этой системы. Нет даже, кстати, высокопрочных подшипников для вагонов и тяжелой техники, из-за чего эти вагоны ломаются очень часто. Сложные инженерные системы, любые в России, сейчас просто отпущены в свободное плавание, на авось. Люди надеются, что пронесет, просто не сломается в мою смену, что не перегреется, не взорвется, не будет скачка какого-нибудь, напряжения или чего-нибудь еще. Но, как мы видим, этот авось все чаще и чаще не работает. Не получается проехать на авось. Системы изнашиваются, они стареют, они ломаются, выходят из строя и так далее. То есть все это потихонечку разбалтывается, расстраивается и стирается и начинает ломаться. Причем со временем этот процесс будет системным и лавинообразным. Потому что одно за другое цепляется, другое за собой тащит, тут другое еще несколько каких-то компонентов и все валится вместе. Потому что, допустим, без света не работают насосные станции, нет воды, нет, соответственно, гигиены, санитарии. В жаре это приводит к отравлениям, к каким-то системам, нарушению медицины. Люди болеют, плохо делают свою работу, ломают из-за этого, из-за того, что они делают плохо работу, ломаются новые и новые системы. То есть все потихонечку ломается. Связь выходит из строя, кстати, в России тоже сотовая, потому что нет базовых станций новых. В результате в недалеком будущем, если все будет продолжаться в том же духе, скоро Россия будет сидеть без электричества, без связи, без воды, без медицины, без транспорта. И этот процесс можно остановить только одним путем. Возвратом к международной торговле, к импорту всех необходимых деталей. Но этого не будет, поскольку идет война. Что-то, конечно, завезут контрабандой, но системно эта проблема не решит. Кстати, еще телевизионные всякие системы тоже потихоньку выходят из строя. На это жалуются российские телевизионщики. Тоже они там судорожно ездят по всему миру, ищут какие-то причиндалы, детали для всяких телевизионных штук. Майкрософт и Гугл постепенно начинают отключать сервисы свои для российских компаний и организаций, которые находятся под санкциями. Эти организации переходят на бесплатные программы, но эти бесплатные хуже качеством, их проще взломать. Да и сам процесс перехода требует огромных денег. Сергей Чемизов, начальник компании Российской технологии, сказал, что в 2025 году начнется сокращение российского авиапарка, поскольку нужны будут капитальные ремонты для Боингов и Аирбасов. Но в реальности все не стали Боинги и Аирбасы дожидаться 2025 года. Вот буквально пару дней назад компания Red Wings сообщила, что ее самолеты, два из трех Боингов 777, остановились в Турции, они сломались в Турции, поэтому туристы, которые должны были на этих самолетах лететь в Россию, там же в Турции и остались. Деталей для Боингов 777 у России нет, а Турция не продает, чтобы не попасть под санкции. В общем, пешком, наверное, на осликах этих россиян домой отправят. Такая же ситуация не только с гражданской авиацией. Кукурузники Ан-2, которые используются и в военной, и в гражданской сфере, тоже начали выбывать из строя, потому что их делали, как выясняется, в Польше. Детали для них тоже делались в Польше. Без польских деталей кукурузники ломаются и не летают. При Сталине эти самолеты были созданы, разработаны, но при Путине делать их и летать на них россияне разучились. Еще один случай, это чешский самолет Л-39, учебный тренировочный самолет, используемый в армии российской. И недавно, опять же, два дня назад, на таком самолете разбился начальник учебной авиабазы Майкопа, Вадим Гуров летал на этом Л-39, но, видимо, что-то там сломалось. В Л-39 вместо чешской родной детали засунули российской. Вот результат минус полковник, минус начальник учебной базы. От качества обучения сейчас, кстати, многое зависит, потому что Россия много пилотов сейчас теряет на войне. Ну и не только на войне. Кстати, вот недавно в Калининграде двое пилотов убились на самолете Су-30, развлекая публику в день военно-воздушной авиации. Вертолеты вообще по несколько штук в день сбивают. То есть вывод тут простой. Россия бомбит украинскую инфраструктуру, чтобы посеять хаос и деморализовать население Украины. Однако благодаря западной помощи вместо уничтожения инфраструктуры происходит по сути, по факту обновление этой инфраструктуры, замена на новые образцы всего старого и советского. В то же время в самой России за санкции войны происходит самопроизвольное и ускоренное разрушение этой самой инфраструктуры и целых систем жизнеобеспечения. Причем заменить выбывающее оборудование россиянам практически часто нечем, поскольку в России оно просто не производится. На близкой дистанции этой проблемы можно было бы пренебречь, но уже в среднесрочной перспективе, я так понимаю, что она приведет к коллапсу целых сфер экономики и социальной сферы. А если Украина с помощью дронов, типа каких-нибудь бобров, начнет помогать этой инфраструктуре разрушаться, например, к зиме, то коллапс может стать быстрым, обвальным и абсолютно смертоносным для российской инфраструктуры, для российской экономики и, как следствие, для всего российского режима. На этой оптимистической ноте я сегодня буду заканчивать. Меня зовут Иван Яковин, это пребудет с вами Сила и пока-пока.